Добрый день, коллеги! Я вас приветствую на очередном вебинаре Директ Академии. Нашего расписания на этот учебный год осталось совсем немного, наша неделя последняя. Тем не менее, мы пока проводим вебинары. Всю эту неделю идут вебинары, и мы продолжаем наш эфир. Как всегда, несколько слов о полезных ссылках, которые я разместил в самом начале чата. Первая ссылка ведет на наш сайт, сайт Директ Академии, и на нем находится расписание. В этом расписании вы можете записаться на все предстоящие вебинары. В данном случае осталось у нас вебинаров ровно три. Что касается остальных вебинаров, вы можете посмотреть их записи. Запись этого вебинара точно так же, как и записи всех предыдущих вебинаров, а всего их около 300 уже хранится на нашем видеоканале на YouTube. И вторая ссылка ведет на него. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, и будете всегда в курсе того, что происходит в Директ Академии. Ну и, наконец, третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ Академии. Возможно, кого-то из вас интересует обучение по нашим программам. Посмотрите, пожалуйста, что вас там может заинтересовать, и в случае чего, в случае интереса, пожалуйста, связывайтесь с нами. Я также хотел бы представить... Да, что касается курсов, сразу после начала вебинара, я в чат дам еще ссылку курса Константина Николаевича, который сегодня будет вести вебинар, чтобы вы познакомились с составом этого курса, с программой этого курса. Ну и, как всегда, я даю в чате в конце своего вступления анонс двух вебинаров, которые пройдут в ближайшее время, кроме текущего. Это вебинар... Завтра будет вебинар Лазар Шельдебаевой. Секреты эффективной презентации проекта. Напомню, это третий вебинар победителей нашего конкурса пользовательских тем вебинаров. Ну и 28-го, в четверг, 28-го июня, будет вебинар Асии Бурнашевой, сотрудницы компании Директ Медиа, ресурсный центр обучения иностранным языкам, учебный и академический контент издательства Пирса. Ну что ж, а сейчас мое вводное слово закончено. Я представляю... Представляю вебинар Константина Николаевича Костюка «Тренды издательского рынка». И прошу Константина Николаевича выйти в эфир. Константин, прошу вас. А пока я вам дам ссылку на обещанный курс. Так, вот как назло, не очень стабильно работает наш сайт. Ну, дождемся, пока он начнет работать. Константин Николаевич, я жду вас в эфире. Возможно, что-то случилось у Константина Николаевича. Подождем немного. Я вижу, что его нет среди наших в списке слушателей. Возможно, его система выкинула из... Давайте подождем. Так, вот, возможно, одну минутку. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые коллеги, мне только что позвонил Константин Николаевич, наш сегодняшний спикер. У него небольшие технические проблемы. Я надеюсь, он справится в ближайшее время. А вот, наконец, появилась та страница, которую я хотел. Сейчас вызовем курс. К сожалению, у нас сегодня почему-то наш сервер грузится достаточно долго. Вот страница курса Константина Николаевича. Можете пока ее посмотреть. Загружаться она будет не очень быстро, но загрузится, в конце концов. Давайте тогда я вам пока дам еще информацию о последнем нашем вебинаре, который состоится на... А, вот я вижу, Константин Николаевич появился. Сейчас, видимо, уже последнее приготовление, и он появится в эфире. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня? Рад вас приветствовать. Прошу прощения за технические сложности. Сегодня у нас последняя встреча, и, в общем-то, она будет посвящена одному из очень важных, на мой взгляд, интересных феноменов на издательском рынке, который нам интересен возникновение рынка авторов. Мне кажется, это одно из ключевых явлений, которые вообще обусловили возникновение интернет, и которые нам в университетской среде очень актуальны и близки. Я в своей презентации в этот раз немножко по-другому построил формат. В основном это просто такой текстовый конспект, который я буду озвучивать. Для начала я озвучу несколько вот таких важных поворотных моментов. Как всегда, мы начинаем говорить о цифровой революции и о ее важнейших последствиях. И вот эти вот последствия очень очевидны в отношении к автору и во взаимоотношениях автора и читателя. Мы с вами на протяжении столетий привыкли иметь с формулой автор-читатель, в которой автор выступает в рамках такой патриархальной оси власти, когда автор это некий учитель, а читатель некий ученик. Когда автор носитель мудрости, а читатель тот, кто должен эту мудрость воспринять. И вот в этой схеме произошел поворот, вызванный публикационным взрывом в цифровой среде. И в результате этого взрыва читатель больше не хочет быть просто учеником, видовым, пассивным. Оказывается, что он самостоятельная личность, он может и хочет стать автором. И он становится таким. И вот, собственно, огромный публикационный поток, который вызывается этими новыми возможностями и новыми желаниями, он нас всех захлёстывает. И он ведет к таким очень важным изменениям нашей медиа-среды. Ну, а, собственно, он проявляет те потенции, которые скрывались раньше. В том, что нет такого разделения людей на авторов и читателей. А каждая личность, она двуполюсна. Существует автор, который является одновременно и читателем. И каждый читатель в своей области и в своей мере – это некий автор и может в любой момент поменять это место. Ну, вот, чистые авторы, читатели вымирают, их больше нет. Это слишком простой формат. Время слушателей прошло, и на арену медиа выходят читатели. И вот именно то, что мы будем говорить о рынке авторы – это вот последствия такого вызова, который взрывает классические медийные ландшафты и создают новые. Ну, а нам это близко, потому что в университетском научном пространстве это все перед нашими глазами. Колоссальный взрыв и импульс авторского научного творчества. Требования к повышению публикационной активности, необходимости для отчетов и TPI каждому ученому публиковаться в большом объеме. Но готовы ли мы для этого, хватит ли нам существующих площадок, научных журналов, готовы ли мы влить новый поток в старые мехао, вот об этом мы сегодня и поговорим. И иллюстрируя сказанное, я бы хотел это дополнить в иллюстрации информационных энергетических схем обмена. На первом левом верхнем углу, скажем так, классическая вот эта схема вливания знаний от автора к читателю. Через горлышко автора знание должен получить читатель в полном объеме. К этому мы привыкли. А вот сейчас происходит переворачивание этой колбочки, этой схемы, и оказывается, что поток движется в противоположном направлении от читателя к автору. И читатель становится автором в данном случае. В результате мы получаем такую обоюдно направленную схему. Третья картиночка, когда работают две колбочки. И от автора вливается нечто к читателю знания, и читатель тоже не слушает пассивно, а свои токи, свои энергии передают автору, становятся автором. В общем, автор и читатель меняются друг с другом. Вот я попытался это изобразить такими индукционными схемами движения токов, когда движение становится в обратном направлении, и совершенно по-другому закручиваются энергетические токи. Вот эта схема индукционной катушки, она показывает, что движение происходит теперь в обоих направлениях, и нет ничего однонаправленного. И вот это обогащение читателем автора, превращение читателя в автора, оно формирует совсем другой энергетический обмен, чем был в наших классических схемах. Ну, а теперь я, собственно, и хотел бы уже поэтапно вот этот весь феномен раскрыть, и немножко подробнее остановиться на тех последствиях, которые возникают. В общем, главное, что автор перестал быть обслуживающим лицом, заинтересованным в продаже своего творческого продукта и зависящим от этих продаж. Автор стал заказчиком, оплачивающим читательское внимание и, по сути, покупающим читателем. И вот это обстоятельство полностью меняет ситуацию на рынке информационного производства и потребления, создает новые институты и культуру, разрушает сложившиеся представления и традиции. Значит, в чем заключаются фундаментальные изменения традиционной системы дистрибуции информационного продукта, которая вытекает отсюда? Привычные каналы, определяемые издателем, беднеют, оскудевают, наполняются новые каналы, формируемые инструментами рынка авторов, дающие зеленый свет свободному авторскому творчеству. В частности, например, реклама и ее финансирование перемещаются от одним к другим. Средства информации, зависимые от массовых спросов, особенно остро реагируют на такую индивидуализацию спроса, ибо массовый читатель уходит в каналы благосферы, а издателю остается обслуживать все более индивидуальные запросы, где потребитель готов сохранять традиционные, то есть подписные товарные формы оплаты труда. А цифровые каналы все более успешно осваиваются новыми публикационными формами, в то время как традиционные издатели стремятся сохранить традиционные формы производства и дистрибуции контента, опирающиеся на твердые носители. Твердые носители, имеющие форму товарного продукта, требуют сложной и дорогой логистики, серьезных затрат на производство тиража. И существует экономически обусловленный предел масштаба, предельной стоимости продукта, ниже которого производство и логистика становятся убыточными и обреченными на остановку. И вместе с печатными медиями переживают дистрофию и упадок обслуживающих их отрасли, полиграфия, почтовая отрасль и так далее. Так, это я немножко перешел. Да, прошу прощения. Немножко я перепрыгнул сразу к ситуации с издателем. Все-таки в начале я еще хотел вот эту вот ситуацию, возникновение, ситуацию, когда автор начинает покупать читателя. В связи с тем, что спрос от читателя переместился к автору. Подобной ситуацией стало возможным вследствие колоссального информационного роста, вызванного цифровой революцией. Упрощение процедур публикации, снижение публикационного барьера породило балл публикационной активности тех, кто раньше не был допущен к информационному рынку. Издатель, формировавший публикационную монополию, частично потерял контроль над ситуацией и даже оказался в новой информационной среде дискредитирован. Внезапно общество ощутило себя среди информационного переизбытка, в котором выбор потребителя формируется по совершенно иным правилам, чем прежде. Потребитель получил гораздо больше источников выбора, хотя в его распоряжении стало меньше меток правильного выбора. Он теряется в информационном многообразии, выбирая зачастую то, что оказывается под рукой, то, что элементарно дешевле. И выбор читателя оказывается затруднен переизбытком предложения и рекламы. Ему не хватает воли и временных ресурсов, чтобы выстроить свою систему навигации выбора. Поэтому его выбор оказывается случайен или обусловлен внешними для продукта выгодами, из которых самое очевидное – это бесплатный доступ. Это не может устроить автора, которому стало сложнее пробиться к читателю традиционным путем читательского выбора, и он предпринимает усилия, чтобы самостоятельно выйти на читателя. То есть читатель в ситуации этого переизбытка теряет ориентиры и традиционную навигацию, а автор в этой ситуации, теряющий свои привычные связи, начинает работать самостоятельно для того, чтобы выйти на издателя. Что при этом происходит? Это уже о чем я начал говорить. Сам издатель в ситуации вседоступной публикации ставится под вопрос. Ведь если его инвестиции снижаются, его вклад в творческий продукт снижается, то он предстает ненужным посредником, без которого новая информационная среда может свободно обходиться. Уходящего потребителя он стремится вернуть со снижением цен, оптимизацией затрат на создание продукта, приближением к модели самостоятельной авторской публикации. Но тем самым он лишь делает более очевидной свою ненужность. В то время как редакторские функции может взять на себя коллаборативный редактор, стоимость публикации стремится к нулю, и издатель оказывается дискредитирован и уходит с рынка. Вот, собственно, это и приводит к фундаментальным изменениям традиционной системы дистрибуции информационного продукта, которую я уже озвучил и повторять не буду. То есть привычные каналы, ну, печатные, рыночные, которые создал к этому времени издатель, беднее тоскудевают, а наполняются вот те цифровые каналы, которые формируются новыми инструментами и создают новый рынок автора. У традиционных издателей их ниша пустеет, и ресурсы перемещаются к новым инструментам, которые возникают на этом рынке авторы. И, наконец, возникает некий предел масштаба, предельной стоимости продукта, после которого уже традиционные печатные производства и логистика становятся невыгодными, и эту нишу просто покидают предприниматели. Вот этот процесс мы с вами наблюдаем, находимся, в принципе, в его начале. Ну, вот я все время ссылаюсь на специалистов в этой области, Мирошниченко, да, автора книги «Когда умрут газеты», который довольно четко спрогнозировал, когда может возникнуть вот этот пункт, что традиционная книгоиздательская печатная деятельность становится, станет невыгодной. Это будет примерно в 30-х годах, когда умрут последние представители поколения возникшего на печатных СМИ, когда уже все остальные, те, кто родился в начале 2000-х, в принципе, это люди, которые не видели практически печатных газет и не привыкли ими пользоваться. Вот это одно из таких последствий ухода. Как раскручивается и развивается цифровая дистрибуция? Она имеет принципиально иную природу, чем традиционную, поскольку она опирается на информационные потоки, а не на индивидуальные произведения. Задача цифрового канала – обеспечить лояльность своего потребителя, удовлетворить качеством своего отбора контента и освободить его от поисков альтернатив. Обеспечив это, канал оформляет совместные монетарные отношения с потребителем посредством подписки. Эта форма отвлекается от конкретного состава наполняемого контента и фиксирует ставку за время, а не за индивидуальные юнити контента, то есть за произведение. Задача владельца канала – вложить в экономику подписки максимально качественный и интересный потребительный контент. В принципе, прежде по такой форме работали журналы, печатные СМИ, но как раз в этом случае становится очевидна неконкурентность классических медиа. Они должны доставлять товар со всеми неизбежными издержками, в то время как подписка на цифровые каналы предполагает самостоятельное получение доступа потребителям и практически не требует от издателя логистики. Вот это важное различие. В одном случае издатель должен доставить товар, а в другом случае достаточно, что потребители сами подключаются. Это, конечно, одно из колоссальных экономических выгод информационных потоков перед произведениями. Ну и мы видим с вами, что очень многие популярные сегодня форматы, подобные подписному журналу, а это сериал или книжные серии, или радиоканал, телеканал. Это примеры вот такого выстроенных медийных потоков, медийной кормушки, которые достаточно один раз присосаться и получать уже постоянно эту информацию. В общем, она более экономична, и как мы видим по примерам сериалов, например, она и успешно выигрышна, выигрывает медийную конкуренцию. Это одно из важных свойств. Кризис издателя, возникающий вследствие цифрового переизбытка и роста самоиздата, сказывается не только на положении издателя, обслуживающих его отраслей, но и на самом авторе. Тот автор, которым специально занимался издатель, мы назовем его издательский автор. Издатель его всегда находил, продвигал, помогал в создании качественного продукта, инвестировал его в тиражи. Так вот, такой автор тоже постепенно сходит со сцены и теряется в потоке новоприходящих авторов. Это издающийся автор, автор таланта. Всю свою жизнь он пробивался из массы обычных людей, самоутверждался, выбивался в лидеры тиражей и мнений. И теперь он обнаруживает, что толпа догоняет его. Он снова становится неразличим в сообществе авторов-самоучек. Это не в него интересах. Вместе с дистрофией классических медиа он теряет свое перевалегированное положение, утрачивает завоенованные позиции и вообще встает под вопрос путь его продвижения. Талант, получающий признание у потребителя. Там, где спрос диктует автор, его талант и признание уходят на второй план. Это вот такой парадокс. Когда, еще раз повторяю, когда спрос формулируется самими авторами, то талант и признание, которые формируются читатели, они становятся неважны. И возникает опасность утери автора, автора с большого буквы, автора, признанного поклонниками. Феномен потерянного автора возникает вследствие простого количественного роста авторов. Их становится так много, что отличить, запомнить, выделить индивидов становится не так просто. Тем более, что талантов не стало больше. То есть здесь работает тот же закон информационных помех. Чистой информацией пробиваться становится труднее. Информация доводится все хуже. И вот в ситуации, когда перестают работать традиционные средства продвижения автора, последнему не остается ничего иного, как заняться собственным продвижением, брать все в свои руки. Имя автора остается одним из существенных меток в информационном потоке. Центром идентификации качества творческого продукта. Если издатель, продюсер, антрепренер нацелен на продвижение и продажу отдельного продукта, то автор имеет в собственности все свое творчество. И он способен выстраивать жизненные стратегии своего творческого продвижения. Он берется за себя сам. И собственное автопродвижение становится успехом его творчества. Возникновение рынка авторов существенным образом связано с успехом автора на этом поприще. Иначе говоря, этот рынок растет вместе с эффективностью средств медиапродвижения автора-индивида в условиях новой медиасреды. Автору не просто становится проще самостоятельно публиковаться. В цифровой медиасреде он получает целый ряд новых инструментов, позволяющих продвигать себя, привлекать к себе внимание. Этому способствует новый фокус социальных сетей, переориентирующий внимание читателя с издательского продукта на личность и индивидуальность автора. Вот немножко об этом новом порядке новой навигации. Навигация социальных сетей трансформирует поток контента от готового продукта под ключ, который формирует издатель, в читателю-лотсману, который определяет поток собственным индивидуальным выбором. В основе навигации контента оказывается сам потребитель, его личность, его интересы, а не обслуживающий его издатель посредник. Метод распространения сарафанного радио парадоксальным образом становится ключевым в эпоху засилий цифровых меди, возможно, именно в силу этого засилия. Социальные сети выросли на почве потребности к демонстрационному поведению, как его характеризовал Юрген Хабермас. Каждый здесь стремится дать свой объемный портрет. И существенная часть этого портрета определяется не личным портфолио индивида, его информационным эксклюзивом, а тем, как он ориентируется и ориентирует других, в частности, друзей в современном медиапотоке. Какую слушает музыку, какие предпочитает тексты, какие рекомендует книги и так далее. Вот этот инструментарий, как никакой другой, работает на руку потенциальному автору. Более того, демонстрация собственной личности уже является проявлением авторской экспрессии. Любой автор пишет о себе, любое творчество автобиографично. И каждый рассказывающий о себе является уже немножко автором. А чтобы стать признанным автором, нужно рассказать больше. Современная цифровая среда помогает этому. Публикация в цифровой среде сохраняет природу публикации в социальной сети, только в новом масштабе и с большей претенциозностью. Такие новые формы авторства, как, например, успешные блогеры, это исключительно авторы социальной сети. И вот, несмотря на новые каналы продвижения, автор, занимающийся автопродвижением, обнаруживает себя в ситуации, когда он оказывается преследуем сотнями и тысячами таких же, как он. Само продвижение оказывается гонкой и преследованием. Разумеется, это специфическое занятие занимает много времени и творческой энергии, которая прежде пошла бы на авторское творчество. Теперь же работу над произведением трудно отделить от работы над продвижением произведения. Одно является продолжением другого. Джеймс, автор 50 оттенков серого, смогла самостоятельно заявить о себе первоначально в логосфере. В этой коммуникации значительно отточить произведение и в результате снискать себе мировую славу. Если речь идет о гонке, то, как поется в песне, победитель получает все. Чтобы не потеряться в ряду таких же, автор должен стать брендом. Но понятие бренда не тождественное понятие известности. Речь идет о маркетинговом понятии коммерциализации имени, о многофакторности и многосторонности признаний. Настоящий бренд возникает, когда автор литературного произведения становится автором телевизионного сериала, компьютерной игры, ведущим телешоу. То есть присутствует везде. Только такой статус гарантирует отрыв в гонке преследования, самостоятельность, независимость, звездность. Здесь также уже невозможно оторвать творческую работу от жизни, работу над произведением, от работы над собой. Такая работа уже не столько творчество, сколько бизнес в духе селебрити. Это авторство альтернативно тому пассивному качеству известности автора, который создается из издателя. Но авторов старой закалки, которые могут хотя бы существовать над своей творчеством, становится все меньше. В то же время быть автором и не обеспечивать себя материально своим творчеством – показатель вторичности авторского статуса. Подлинно автором-писателем всегда считался тот, кто способен на это жить, а не просто писать. А сегодня зарабатывать может только автор бренда. Делает он это, опираясь на свои силы. Это более не заслуга издателя. Итак, автор в новых условиях вынужден и должен формировать собственный капитал. Этот капитал состоит из известности, способности привлечь инвестиции в определенный объем лояльной массы читателей. Автор не тот, кто пишет или создает произведение, а тот, кто обладает определенным потенциалом внимания аудитории. Чем больше авторский капитал, тем больше можно извлечь его из его произведений, при этом расходу и меньше инвестиций. Этот капитал в медийной экономике несет в себе больше, чем реальный капитал издателя или продюсера. Последние обменивают свои финансовые ресурсы на этот авторский капитал. По своим характеристикам и природе, этот медийный капитал одинаков у автора, известного актера, телезвезды, музыканта, то есть во всех сферах интертейнмента. Актер больше сегодня значит, чем режиссер, певец больше, чем продюсер. Последние не обладают медийным капиталом, зато способны трансформировать медийный финансовый капитал. Теперь о капитале. Как и на любом рынке, капитал возникает на разнице производительных потенциалов и способности его аккумулировать. И как на любом рынке, он распределен неравномерно. Ценность капитала в его дефиците. Концентрация капитала предполагает наличие неимущих. Абсолютное большинство авторов, возникающихся из Земли, как воины и зубов дракона, это неимущие авторы, не обладающие авторским капиталом. Они или начинают путь создания этого капитала, или напротив, конвертируют финансовый капитал в авторский. Собственно, именно это создает рынок авторов. Готовность людей платить за то, чтобы стать автором. Еще раз повторяю. Рынок автора возникает из этой готовности платить за то, чтобы стать автором. Авторы оплачивают. Формирование подобных отраслевых рынков, подобно подробно отписанным французским социологом Ерем Бурдье. И авторский рынок, подобный юридическому, религиозному и прочим рынкам, формируется на основе профессиональных компетенций и информационных потоков, которые способны аккумулироваться и конвертироваться в финансовый капитал. Автор, подобный юристу, не только предлагает себя в нише платежеспособного спроса, но и сам поддерживает, наполняет рынок, инвестирует в него имеющиеся ресурсы для своего продвижения, для манипулирования информационными потоками и так далее. О создании рынка авторов можно с полной уверенностью говорить тогда, когда вложение самих авторов в этот рынок не уступает, а то и превосходит ресурсы, получаемые авторами с этого рынка. Именно движение и флуктуация капитала как на стороне потребителей, так и на стороне производителей, то есть авторов, формирует этот рынок. Но еще раз подчеркну, прежде в классическом рынке авторы – это те, кто получили, получали в основном деньги с произведений, а то, о чем мы говорим сегодня, рынок авторов – это рынок, в котором основные деньги выплачиваются самими же авторами за свое продвижение. С точки зрения творческого производства, автор не просто представляет собой сырье для издателя, из которого последний создает коммерческий продукт и предлагает его на рынке. Сам автор также остро нуждается в сырье и дополнительных ресурсах. Он не творит из ничего. Помимо личного опыта, таланта, искусства, вдохновения, свободного времени, автор нуждается в площадке продвижения. Это и есть материал медиа – медиум, который доносит сообщения до адресата. Писатель пишет на бумаге, но сообщает он читателю свое послание в канале информационного медиа-сообщения, который создает не сам. Медиумом владеет издатель. Если издателю удается донести произведение до публики, поместить в рынок, произведение получает статус публичности, становится публикацией. Раньше этот акт мог предоставить только издатель. А с возникновением интернет-платформ с инфраструктурой самопубликации автор получает возможность упрощенного получения доступа к этому коммуникативному ресурсу. Медиум становится услугой, которую автор может приобрести. И он становится активным потребителем, а не пассивным потребляемым. Он покупает услуги, а не оказывает их. Понятием сырья, то есть материала, который автор не создает сам, а получает, зачастую входит в качество исполнения продукта. Написать ли это качество бумаги и полиграфического исполнения книг? Поскольку это всегда были вещи дорогие, они были недоступны, недосягаемы для автора. Он мог только рассчитывать, надеяться, требовать того исполнения материаля, в котором бы желал увидеть свое произведение. В цифровом контексте он может получать публикацию как услугу, может приобретать труд издателя, подобно тому, как прежде последний приобретал его собственный труд. Рынок автора подразумевает полную перемену ролей классического рынка издателя. А что же читатель? Играет ли он роль в экономике рынка авторов? Ведь платит и заказывает музыку автор, следовательно, потребителем является автор, производителем услуги, издатель. Читатель – это тот, кто вынесен за пределы экономики публикации. Он ни за что не платит, и его участие интересует участников рынка лишь косвенно. Он тот, кто должен получить создаваемую публикацию. Он получает возможность доступа к ней, бесплатного или платного, как дар или как авторскую услугу. Два указанных варианта несут в себе совершенно разную подоплеку. Во втором случае, то есть как услуги, читатель получает в качестве коммерческого контрагента автора, как раньше имел его в лице издатель. Он все еще играет роль в экономике публикации, отсутствие его платежеспособного отрика, означает для автора фиаско, каким оно было раньше для нереализованного тиража издателя. Совсем другая ситуация возникает в первом случае, когда произведение предоставляется бесплатно. В этом случае читатель получает его как бонус экономических отношений автора и издателя. Он может читать публикацию или нет, для экономики публикации это несущественно. Это вынесение за скобки имеет те далеко идущие последствия, которые приводят к тому, что рынок автора существует вообще не для читателя. В советское время огромный пласт литературы производился не для того, чтобы ее читали. Она существовала из демонстрационных идеологических целей. За услуги публикации платило государство. Примерно из таких же соображений создается рекламная печатная продукция. Она информирует публику о рекламодателе. И, конечно, последний желал бы, чтобы публика читала эту информацию. Но вся энергия такого желания исходит исключительно от рекламодателя. Читатель же абсолютно пассивный элемент. Он может прочитать эту информацию и даже заинтересоваться ею, но он абсолютно не имеет обратного влияния на эту информацию. В мире, который существовал исключительно бы из рекламной информации, читатель был бы раздавлен, порабощен нею. Читатель может только терпеть рекламу и подспудно избегать ее. Он терпит ее только тогда, когда это является платой за бесплатный контент. И рынок автора, имеющий читателя исключительно в качестве информационной цели, заряжен такими же экспансионистскими энергиями, не имеющими отзвука и ответа со стороны читателя. Конечно, получая доступ на публикационных платформах бесплатному, оплаченному за него качественному контенту, он может с интересами его потреблять. Но такая ситуация возможна только в том случае, если администрировать этот контент, будет владелец платформы, которая сумеет его фильтровать или ранжировать. Рынок авторов, как и рынок рекламы, не может всерьез завоевать читателя, но его можно встроить в эффективные медийные стратегии, как, например, Amazon сумел совместить сам издат с издательским контентом. Бесплатный авторский контент имеет реальное воздействие на медийный рынок, а именно, когда он вступает в конкуренцию с издательским авторским контентом. Благодаря открытому бесплатному доступу он способен выигрывать эту конкуренцию. Собственно, за это и платит автор. Он получает безбарьерный доступ к читателю. Издающийся автор чувствует это и зачастую поддается давлению и сам переходит в открытый доступ. Бороться за сохранение дохода, основанного на принципе возмездной публикации читательской оплаты, или за облегченный доступ к читателю, это и есть основная интрига и выбор на пути к известности, через который проходит сегодня каждый автор. Впрочем, возможен третий вариант, когда оплата авторами играет для издательского медиума лишь роль одного из источников доходов, а реальный доход идет от рекламы. То есть деньги и от рекламы, и от авторов. В этом случае владелец правоплатформы предпринимает самостоятельные усилия по агрегации читательской аудитории, следовательно, устанавливает прямые экономические отношения с читателем, не оставляя его за скобками. Очень часто издатель платформы не берет с авторов деньги, но и не платит им. Соответствует ли этой ситуации смыслу авторского платежа? Да, поскольку издатель получает труд автора безвозмездно. Он коммерциализирует этот продукт за счет читателя или иными способами, при этом не делится доходом с авторами. Здесь имеет место сделка натурального безденежного обмена. Своё произведение автор отдает в обмен на получаемый доступ к публичности, несущий известность, славу, пункт отчета и так далее. Вот это три варианта взаимоотношения автора и издателя платформы. И теперь некоторые вытекающие из этого феномены и ситуации. Например, последствия высокой публикационной активности или создания ресурсов открытого доступа. Публикационное и публичное пространство это поле воздействия многих агентов, не только авторов и издателей. Прошло время, когда публикация была делом только издателей и экономически опиралась сугубо на читательский спрос. Сегодня публикация является неотъемлемой частью многомерного пространства публичности. Испытывает на себе воздействие всех сторон, которые формируют данные пространства. Это и государства, всегда контролировавшие публичную сферу, и институциональные участники, и меценаты, и общественности. В поле публичности многомерные пространства различных влияний информационных потоков. И интерес к извлечению прибыли, с которым приходит на это поле издатель или медиамагнат, далеко на нем не доминирующий. То, какое влияние на публикационное пространство может оказывать институциональный фактор, демонстрирует сегодня ситуация с научными публикациями. В нашей стране большую часть научных журналов содержит и датирует университеты. С того момента, как научная публикационная активность стала важным показателем деятельности университетов, их инвестиции в издательскую деятельность заместно выросли. Поскольку получение дохода на издательском поприще университетам неинтересно, именно они стали основными спонсорами идеологии открытого доступа, предоставляя свои журналы в интернет бесплатно. Это заметно подрывает финансовую основу деятельности коммерческих издательств, вынужденных постепенно уступать лидирующую роль вузовским изданиям. Вузы инвестируют в продвижение научных периодических изданий деньги, полученные на совершенно ином рынке, образовательным. Это ломает издательскую конкуренцию, ведя в конечном счете к искажению естественных пропорций на рынке научных публикаций. Еще большее воздействие на этот рынок оказывает требование высокой публикационной активности, которая в университетах предъявляется преподавательскому составу. Порожденные искусственными мотивами, не поддерживанные внутренним научным ростом, это требование порождает поток бессодержательных, вымученных, насыщенных плагиатом публикаций, которые можно читать только в качестве наказания. Коммерсанты реагируют на это с созданием чисто коммерческой услуги публикации, созданием мусорных журналов. Наполняя такие журналы, институциональные актеры понижают качество науки, ценность публикационного пространства. Информационное поле под давлением этого потока зашумляется, лишается необходимых фильтров качества. Привязка к работающим зарубежным фильтрам, таким как реферативные базы данных в Apple Science или Scopus, помогает лишь отчасти его подчистить, поскольку это все равно не вырабатывает внутренние фильтры качества. требования к публикационной активности и взрыв количества журналов открытого доступа это одно из следствий переизбытка. Я это сравниваю часто с ситуацией с караоке. Вот у нас существуют некоторые рестораны, где поют любители своего голоса. И в принципе, если туда попадешь, они иной раз очень неплохо поют. Но представьте, если бы все наши рестораны стали ресторанами караоке, и все, кто сидит за столиками, стали бы петь. Что бы представлялся наш с вами ужин? Все-таки заставить каждого петь, наверное, не имеет смысла. Вот мы в ситуации, когда публикуются все, должны публиковаться абсолютно все, оказываемся примерно в такой ситуации. Понятно, что просто эти песни, их неинтересно слушать, и не имеет смысла заставлять петь всех, кто даже не умеет. А получается примерно так. По учителю иной пример проявления рынка авторов это деятельность платформы самопубликации, которые несут в себе основной импульс для развития этого рынка. Именно автоматизация процесса публикации делает его общедоступным. Этот эффект породил феномен Web 2.0. контент, создаваемый самими пользователями. Широкое поле этого сегмента охватывает и видеопубликации, и фотопубликации, и любительскую прозу, и поэзию. Рост литературных произведений, публикуемых в сети и в формате Print on Demand, породил обширный публикационный подприток сопоставимый с деятельностью традиционных издательств. Заметить это явление заставил успех некоторых авторов в интернет-магазине Amazon. Уже в 2012 году более половины списка бестселлеров Amazon составили авторы-самопубликанты. Тем не менее, эта волна удержалась в данных берегах, не приведя к масштабным банкротствам и исчезновению издательств. Более того, феномен Amazon никому не удалось повторить. Типично, скорее, иная ситуация, в том числе в нашей стране, когда платформы самопубликацию превращаются в инкубаторы талантов, редко выходящих за пределы этих инкубаторов. Каждый из таких сайтов, например, стихи.ру, проза.ру, самиздат.ру, ридера.ру, превращается в фабрику талантов, создавая внутреннюю субкультуру, позволяя самим авторам читать друг друга и продвигать себя в этом сообществе. Конечно, наиболее ярким из них удается использовать подобную платформу, как стартовую площадку, для выхода в большой литературный свет. Но развитие и расцвет этих площадок не привели к изменению и трансформации механизмов и лифтов в циркуляции талантов. Гораздо быстрее этот подъем происходит, когда к делу продвижения подключается известный телеканал, продюсер или издатель. Платформы самопубликации, называемые также сайтами графоманов, страдают ограниченностью своей аудитории. Ее составляют сами же авторы. Активно используя инструменты рынка автора, эти платформы в то же время демонстрируют ограниченность своих инструментов. Когда авторы своими деньгами повышают свои рейтинги, они удовлетворяют лишь собственному тщеславию. Эффект Amazon, как и аналогичный YouTube, и вообще обхватывающий благосферу, возможен благодаря тому, что рынок авторов вливается в более мощный читательский рынок. В гигантском читательском потоке незаметен оппортунистический подкуп авторами. Как только это становится заметен, заметно читатель оставляет эти площадки. Читательский интерес может на таких платформах подогреваться качественным контентом, привлекаемым пиратским способом. В любом случае, рынок авторов не способен самостоятельно породить волну читательского интереса. Это не соответствовало бы его природе. Чем же движим рост рынка авторов, что его порождает, если не читательский интерес? Разумеется, в первую очередь тщеславие. Этих авторов иногда пренебрежительно называют графоманами. Но было бы очень близоруко сводить феномен экспансии авторства к такой уничтожительной оценке. В книге Джона Блоссома «Нация контента» автор раскрывает глубокие социальные и культурные истоки этого явления. Цифровая среда масштабно расширила информационную емкость цивилизации в триллионы раз. Человечество стало способно пропускать через себя информацию, несопоставимую с прежними объемами. Однако эти широкие информационные каналы, остались бы пусты, если бы их было нечем заполнить. Пропускная способность каналов отразилась в сознании каждого из нас новыми возможностями, недоступными прежде. В первую очередь это творческие возможности, возможности творческого самовыражения. Они спали в каждом из нас. Однако доступность публикации и коммуникации очень быстро превратили этот потенциал в потребность и творческую активность. Потребность не только воспринимать, но и творить, и сообщать. Лишь обнаружила амбивалентность читательского восприятия как социальной коммуникации. Читая, мы отзываемся. Мы готовы вступить в дискуссию, выразить свое отношение. Каждый читатель на ином полюсе своего «я» является и писателем. Каждый писатель ощущает в себе читателя. Эти полюсы полярны, они взаимосвязаны. Чтобы быть автором, недостаточно просто быть читателем. И творческий потенциал не обязательно должен выражаться в создании текста. Социальные сети показали, что авторство поражается всеми средствами выразительности. Фотографирование себя и того, что в откуп, выбором музыки, видеофрагментов, интересов по посту. То есть это формат модус автора-составителя. Коммуникативное творчество является продолжением нашей базовой потребности эстетически преобразовывать действительность. Это не просто выделенное социологами демонстративное поведение самопрезентации, побуждающее показывать себя вовне. Это форма эстетического и информационного преломления окружения, создания вокруг себя эстетического мира, в который погружен индивид. Творчество проявляется не только в классической творческой активности автора-создателя произведений, но и в публичной реакции, на чужие посты, в дискуссиях, комментариях. Во всех этих видах активности порождается контент. Каждый становится создателем контента. К новым побудительным условиям следует причислить изменения понятия публичности и публичного пространства. Явление публикации напрямую отсылает к этому понятию. Публикация есть произведение, помещенное в публичное пространство. Рукопись, работа в стол не является публикацией. Традиционное представление о публичном пространстве ограничивалось формами представления предмета на всеобщее обозрение для любого, противопоставляя его индивидуальному личному пространству. Интернет пространства обладает новыми свойствами. То, что в нем выложено, никогда не может восприниматься в одно время, в одном месте. Аналогично опубликованной книге. Оно воспринимается, как правило, сугубо индивидуально, даже интимно. Это интимная встреча со многими. И публикация здесь не требует никакого коллективного действия. Это может быть таким же индивидуальным действием для себя. Для публикации больше не нужно выходить на публику. Публичным может оказаться все, что написано и создано, даже для самого себя. Для этого не требуется громоздкий и сложный путь публикации и донесения ее до читателя. В публичном пространстве, создаваемом новыми медиа, граница между допубличным и публичным практически неуловима. Публичным может стать анахарет, который не оставляет дома. Происходит экспансия публичности на сферы и вещи, которые раньше не могли и не мыслились публичными. И наоборот, распространение непубличной сферы на публичную. Комментарии наполнены нецензурной лексикой, которую ранее невозможно представить было на публике, потому что они не публичные. Разница между ограниченной доступностью и широкой доступностью между тиражируемым и нетиражным больше не существует. То, что предназначено для узкого круга, может стать предметом ознакомления огромного множества. Публичность лишается статуса творчества избранных, наличия множества посредников, которые готовили сцену для акта публичности. Другими словами, пространство публичности лишается четких и ясных границ существовавших прежних, ее границы становятся размытыми и неопределенными. Хотя далеко не все, что попадает в интернет или в новую коммуникативную среду, является по определению публичным. Ограничение доступа относительно надежный инструмент, сохраняющий приватность. Тем не менее, его шаткость и сложность защиты персональной информации еще один штрих к новому состоянию публичности. Лишь немногие охваченные новыми возможностями творческой активности решаются стать авторами. То есть, приступить к созданию произведения. Произведения, литературные, художественные, научные, требуют много иных условий, помимо возможности публикации. Во-первых, свободного времени, досуга. Во-вторых, средств, если автору приходится воспользоваться какими-то публикационными услугами. В-третьих, автор должен иметь то, что жжет внутри, то, что он хочет донести. И здесь немного изменилось. Нужен опыт, талант, который он себя чувствует, то сообщение, которое он хочет донести миру. Без творческой одержимости, которая оказывается на такой уж редкий дар, не может родиться произведение. Впрочем, есть сферы, в которых авторское творчество оказывается не всегда лично желанным и свободным. В науке оно является необходимостью для роста и подтверждения квалификации. Такая же ситуация может существовать в разных профессиональных отраслях. Каков же размах рынка авторов и насколько сильно он влияет на общий медийный ландшафт? Измерить это не очень просто. Важно понимать, что наличие самой такой возможности кардинально меняет медийный ландшафт. Тем более, это существенно, если рынок авторов начинает доминировать в некоторых медийных сегментах. Сегодня интернет определяет и переполняет публикационные каналы во многих областях. В первую очередь это новостные СМИ, но также контентные ресурсы во многих публикационных сферах. Образование, наука, литература, фотография, дизайн, видеоконтент. Причина в том, что сам всплеск интернета порожден контентом, создаваемым новым рынком. Стремительное восхождение интернета было бы невозможно, если бы с самого начала в нем были защищены авторские права и распространение контента имело бы легальную основу. Но точно так же интернет мало что изменил бы, если бы он давал площадку только для републикации контента, созданного для иных традиционных каналов, и не позволил творить огромной массе людей. Начало интернета ознаменовано созданием досок публикаций коммуникационных сервисов. Начиная с 2000-х годов, на передний план вышли ресурсы нового качества, получившего название Web 2.0. Ресурсы, контент в которых создавали сами пользователи. Эти новые публикационные площадки скоро заняли первые места рейтинга использования интернета. Это Википедия, YouTube, Flickr и другие. Но и другая крупная параллельная дорога развития интернета в социальной сети очень скоро обнаружили свой публикационный потенциал. Создавая внутри нее блогосфера выдвинула на первый план активистов-публикаторов блогеров. Блогеры начали замещать СМИ, которым не просто было конкурировать с бесплатными информационными сервисами, с хорошим таргетингом и навигацией. Традиционные формы издательского контента, в первую очередь СМИ, первыми ощутили на себе силу рынка авторов, которые дарят читателю контент даром. Профессиональные как бы ни стремились адаптироваться к форумам и требованиям цифровой среды, не могут одного создавать контент бесплатно. Реклама, которой они стремятся компенсировать затраты, в интернете может работать при одном условии, если бы СМИ держали монополию на этом рынке. Поскольку же рынок интернет-рекламы исторически определяет сайты и блогеры, то есть участники рынка авторов, реклама не может быть дорогой, достаточной для финансирования работы полноценных СМИ. Модели подписки, которые используют СМИ, также не способны убедить массового потребителя в своей безальтернативности. Индивидуализация контента с одной стороны и безостановочная работающая фабрика репостов с другой не позволяет наработать массу или соответственно установить цену достаточную для постоянной работы СМИ. Интернет живет и требует от любого поставщика открытого доступа, и любая концепция извлечения денег, донации или краудфаундинг будет восприниматься пользователем как нарушение главных правил игры интернета. Рынок авторов развивается экономически как пространство открытого доступа. Понятие открытого доступа и так с первых дней составляло основу интернета. В обиход оно, видимо, вошло потому, что приглашает сделать открытым то, что традиционно было платным. Открытость интернета изменила мир, изменила понятие информации. Информация отныне то, что доступно всем, что открыто по определению. Лишь особые условия оправдывают ее закрытость или материальные условия доступа. Если же экономист спросит за чей счет все это богатство, ответ прост за счет авторов. На одном из этапов развития интернета были опробованы различные схемы оплаты за контент. В частности, провайдеры связи брали деньги вместе с оплатой трафика за доступ к премиальному контенту за различные контент-сервисы. Это не укрытилось на рынке, как не заработала, например, модель опциональной покупки, используемой в индустрии онлайн-игр. Контент-провайдеры и авторы самостоятельно решили эту задачу. Частично за счет рекламы с потребительского рынка, частично за свой счет. Авторы вкладывают гигантский труд, рассчитывая на компенсацию в виде известности и популярности. Есть те, кто зарабатывает рекламой, но подобный успех равносилен игре в рулетку. Сама реклама, основная форма которой контекстная реклама, значительной части оплата тех же авторов, маленьких интернет-бизнесов. Разумеется, интернет-предприниматели не могут работать без прибыли. Большинство их услуг направлены на поступление от авторов, понимаемых в широком смысле как интернет-активисты. Возникает вопрос. Каковы финансовые источники самих авторов? До сих пор в системе классических медиа авторы были одни из основных бенефициаров этой системы. Как важнейшие поставщики ее контента они зарабатывали более иных категорий участников. Это говорит о том, что старые и новые авторы разные сообщества, почти не пересекающиеся множество. Новые авторы это в широком смысле обычные участники интернета. Они вкладываются не только деньгами, но комментариями, накруткой популярности. Это авторская категория иная по масштабу, чем прежняя. Поэтому они создают экономику интернета одним своим интересовым участием. Это экономика внимания, истинно медийная по своей сути. В экономике внимания не обязательно платить. Она создает такие энергетические центры присутствия и притяжения, что к ним магнетически влекутся все иные экономики. Поэтому финансовые источники рынка авторов многообразны. Помимо прямых форм монетизации рекламы здесь имеет место замещающий платеж. Автор получает компенсацию за свой труд не из интернета, а из иного традиционного источника. Если творчество необходимо, общество само находит способы его финансирования иными способами, нежели рынок. Разрастается сектор государственной поддержки, грантовых форм субсидирования публикаций. Наиболее представитель институциональный инвестор, наподобие того, как научные журналы финансируются университетами. Компании содержат свои интернет сайты, свои страницы в социальных сетях, они оплачивают интернет активность, продвижение, создание новостей, маркетинговую работу своих сотрудников. Учитывая размах этой экономики, которая вовлекает две трети населения Земли, она огромна. После достижения такого размаха по сути не требуется одной базовой модели, по которой работают товарные рынки. Это все модели взаимоотношений, которые питаются жизнью. Огромную роль играет инфраструктура рынка авторов. Ее создают компании непосредственные бенефициары этого рынка. Речь идет о платформах Web 2.0, платформах самоиздата и самопубликации. Без них освобождение творчества было бы невозможно. Создаваемые для этих целей программные комплексы автоматизируют процесс, составляющий цепочку публикаций. Они предоставляют главным образом разместить произведение в готовой форме в общей базе данных, снабдить ее поиском, сервисами для использования, цитирования и комментирования. Наиболее продвинутые дополняют ее возможностями подготовки самой публикации, верстки, форматирование, создание углавления, элементы мета-данных и так далее. Еще более сложный функционал связан с системой коллективного редактирования, которая опирается также на самих авторов и читателей. Примером является Википедия. Важной задачей базы самопубликаций является снабдить контент такой системой навигации, которая с одной стороны также создавалась бы авторами, с другой стороны была бы профессионально корректной и удобной. Ведь любая из этих платформ является электронной библиотекой. Однако основной задачей платформы публикации является формирование аудитории читателей. Без читателей ценность подобной платформы будет невысока. Ключевыми средствами для этого является интеграция с основными потоками интернет-пользователей, достижение прозрачности для основных поисковых машин, удобство и комфортность использования. Поисковый трафик является, наверное, приоритетным условием. Впрочем, один здесь ищет другого. Поисковикам важно приводить на наиболее популярные ресурсы, поэтому они закладывают именно те параметры читательской активности, которые отличают публикацию по публикационной платформы. Поэтому на первых строках обычно оказываются те же Википедия, YouTube и так далее. Публикационные сервисы, в свою очередь, создают системы ранжирования и мотивации авторской активности, которая позволяет продвигаться авторам вверх и выделяться из общей массы. Эти проявления активности и продвижения вовне, лайки, публикации в соцсетях отмечают поисковики и перемещают результаты поисков вверх. Таким образом, система интернет-продвижения сложена так, чтобы дать приоритет платформам Web 2.0. Впрочем, конкуренция среди них весьма высока. Категория ресурсов, которые образуют платформы самопубликации, настолько значима для сети, что становится моделью для развития всего интернета. Огромная часть ресурсов построена по этой модели, в которой интернет-активисты размещают какой-либо контент. Это могут быть торренты, репосты, информационные базы данных, сайты по трудоустройству, СМИ, вопросники, профессиональные ресурсы. Их объединяет то, что пользователи сами создают контент и таким образом становятся авторами. Противоположная категория, где контент размещается создателями сайта, например, интернет-магазины, СМИ, информационные витрины и прочее, на самом деле не столь обширна. В этом можно легко убедиться, посмотрев на рейтинге популярности ресурсов. Поскольку интернет является важнейшим универсальным медиа, в котором, как в зеркале, отражаются все иные медиа, его экономическая модель оказывает огромное влияние на классические медиа. Цифровые медиа трансформируют классические рынки не столько в форме цифрового носителя к выпуску в пространство интернет, сколько цифровыми технологиями всего рабочего цикла. Рынок авторов действует на медиарынке не столько своей моделью открытого доступа, сколько технологиями, делающими открытый доступ неизбежным. Цифровые технологии шаг за шагом упрощают процесс, сокращая путь от авторской заготовки и рукописи к публикации. Чем меньше инвестиций в этот процесс требуется, тем менее очевидна потребность посредники продюсера в издателе. Уже сегодня из отрасли вымывается огромный пласт персонала. Оставшаяся работа перекладывается на фрилансеров и за штатных сотрудников. По сути, не подлежит сокращению работы самого автора, поэтому-то рынок авторов и заступает на место издательского рынка. В научной сфере вместе с ростом контента резко повышается значение внешней оценки экспертного лицензирования и работы. Многие из функций традиционно исполнявшихся издателем сегодня принимает на себя сам автор. Он редактирует тексты, проводит первичную программную корректуру, подготавливает тексты в программах верстки. То, что не может автор, может сделать коллективное авторское сообщество, коллаборативный редактор. Джон Тапсот в своем эпохальном труде векеномика раскрывает механизмы и стимулы, побуждающие участников сети самоотверженно включаться в работу, не приносящую доход. Издатель, оптимизируя условия сужающегося рынка и сдержки, сам усваивает эти методы работы и решает свое существование оснований. Даже там, где не происходит отказа от традиционных носителей, происходит процесс сокращения труда и закрат. К примеру, технология Print on Demand позволяет сократить экономический риск первоначального тиража. Без подобного риска капиталовложений издатель перестает быть издателем. Он предоставляет книгу как услугу. Есть спрос, напечатает еще. Нет спроса, его ущерб минимальный. Print on Demand форма, как нельзя лучше подходящая автору. Он может самостоятельно распечатать книгу, запустить в канал продаж, если они тоже автоматизированы, продвигать ее и отслеживать спрос. Как мы отвечали в начале статьи, логика развития успешного автора делает его все в одном, превращает его в издателя. может ли наступающий рынок авторов компенсировать издателям эти потери рынка? Частично да, ибо он приносит на рынок новые деньги. Но это не те деньги, которые предназначены для издателей. Деньги рынка авторов создают инфраструктуру открытого доступа, к которым нет места издателя. Сохранить структуру издательского рынка благодаря рынку авторов наивно и невозможно. Как стало очевидно из вышесказанного, издательские и авторские, то есть самоиздатовские рынки репрезентируют разные технологии, разные продукты, в конечном счете разных авторов. Они сложно пересекаются в разных точках, в разных объемах, но это разные рынки. Ни один из них не собирается спасать своего визави, но и губить друг друга они так же не намереваются. Уважаемые коллеги, благодарю, что вы прослушали. Видите, в этот раз я предпочел прочитать свой доклад, а не рассказывать устно. Обычно больше информации включается в такой текст. Может быть, его не очень удобно слушать, особенно в экране. как вы видите, я поделился таким своим видением, который, как мне кажется, не каждый замечает в качестве выступления нового феномена рынка авторов. Ну, буквально три слова обобщу еще раз то, что я длинно говорил на протяжении часа. Рынок авторов это совершенно новый рынок, возникающий в новой цифровой среде, благодаря новым технологиям, и формируется он прежде всего за счет затяжей самих авторов, за счет желания тех, кто был раньше только читателем, стать немножко автором, за счет их тщеславия, за счет их жажды самовыражения, и эти рынки авторов возникают у нас в совершенно разных местах, и как площадка на YouTube, когда каждый может открыть что-то сказать в виде сделанного ролика, или это ресурсы открытого доступа научных публикаций, где в целях более эффективного доведения до читателей журналы перестают брать деньги, читатели, а начинают публиковаться бесплатно. Это и соцсети, в которых желание самопрезентовать себя, создать селфи, там и прочее, создает вот такой огромный коммуникационный рынок. Ну и в частности, вот такое интересное свойство соцсетей, как читатель лоцман, как формирование портрета своего выбора автора составителя, увлекает многих людей за собой и составляет серьезную конкуренцию работающим СМИ. И вот, собственно, эта модель самопубликаций, которая стала возможна благодаря созданию автоматизированных платформ, где каждый может практически получить издательский продукт более-менее сносного качества. Вот эти вот свойства платформы создают этот рынок. И популярность этого рынка охватывает практически всех пользователей интернета, всех участников такой коммуникации. Его размах огромен, поэтому он уже перестает зависеть от денег самих авторов, которые они вкладывают услуги и платят этими платформами, а порождает совершенно новый эффект, когда все другие рынки, косметики, здоровье, еды, чего угодно, бросаются на этот рынок и надеются получить от него немножко внимания. Вот так вот все медиапространство перелопачивается и, собственно, интернет, который возникал как просто коммуникативное средство доведения различной информации, он берет эту модель самопубликации и публикации с помощью пользователя в качестве ключевой, наиболее популярной и распространенной в сети. Все это, как мне кажется, очень глубоко меняет медийные ландшафты и, в частности, оказывается, что вся прежняя классическая информационная среда, включая и книги, и СМИ, и телевизоры и так далее, это лишь другая половинка вот этого ландшафта, первой, которой является рынок авторов, вторая половинка это рынок издателей, рынок тех, кто профессионально создает свой контент. И, в частности, сами авторы в результате делятся тоже на двое. Классические авторы, авторы, которых продвигал издатель, которые зарабатывают своим авторством, которые пробиваются своим талантом, они остаются вместе с издателями и на этом же издательском рынке, хотя им зарабатывать гораздо труднее. И все остальные авторы, авторы, как я сказал, караоке, когда каждый считает себя автором, и разница между этими авторами как была колоссальна, так и остается. Тем не менее, они все получают голос, и все, и вот эти вот площадки, о которых я сказал, рынок авторов и издательский рынок, не так-то просто различить, где одна ситуация, а где другая. Собственно, мне кажется, вот это моя лекция и этот тезис, он мог бы служить вообще вступлением в тот цикл вебинаров, который я провел, который можно обозначить как особенности и изменения современной медиасреды. я надеюсь трансформировать его в некий онлайн-курс, где вот эти вот черты этого нового медиапорядка формируются в более-менее встроенную систему, в которой находят место и открытый доступ, и новые технологии, и прежде всего особенности возможностей образовательных рынков, на которых мы работаем. Вот надеюсь то, что я рассказал, было интересно, еще раз благодарю вас за внимание. Ну а теперь посмотрим есть ли у нас вопросы. Будет ли представлена ваша презентация в общедоступных ресурсах? Так, ну вообще вот вы видите, что это в основу я положил свою статью, которую готовлюсь, в данном случае ее прочитал в виде доклада. Ну если вам интересен такое тезисное изложение, то я вот поставил галочку и сейчас она должна, вы должны получить право ее загружать. Так, посмотрим еще, что было. Так, 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 тоже про запись, ссылочку на вебинар, интересная аналитика. Вопрос потенциала идеи, лежащей в основе произведения. У меня это все комментарии. Одним из стратегических вопросов публикации работы, в том числе книг, программ, статья теории, гарантия защиты информации в определенном электронном издательстве. Это ключевое объективное условие рынка. Спасибо, хорошее замечание. Да, я вот про это не сказал, а собственно это один из рубиконов. Рынок автора, вы видите, он потенциально открыт. Это как раз те авторы, которые стремятся продвигать себя, и причем открыто. Они формируют открытый доступ, они открывают ресурсы, с которыми работают поисковики. То есть, это принципиально открытый рынок. Они работают на лицензиях, условно говоря, Creative Commons. А вот тот рынок, издательский рынок, в условиях вот агрессии и экспансии этого рынка авторов, он наоборот стремится себя защитить. И вот именно для этого рынка очень важна защита от пиратства, ДРМ, подписные платные ресурсы. Вот и вы видите, насколько в интернете сложно существовать вот этому классическому издательскому рынку, как ему сложно себя защищать, как ему сложно себя монетизировать. Собственно, почему я это и озвучиваю, потому что мы сами представители издательского рынка, и при этом работаем изначально в интернет, с цифровой средой. И нам очень сложно монетизировать эти рынки, находить инструменты монетизации, защищать контент. Вот, тем не менее, как я хотел показать вот этот рынок авторов, это тоже рынок. Кажется, что это как раз свободный интернет, что это не рынок, что это просто информация, которая становится свободной, которой можно дышать, как воздух. Нет, она просто совершенно по-другому монетизируется, имеет другие структурные финансовые черты, другие правила. Но это условно говоря, деньги огромные, которые вращаются по немножко другим правилам, чем авторский контент, за который автор пишет, потом получает от издателей деньги. И один из парадоксов, я не знаю здесь точные цифры, но по моему представлению, впечатлению, вот этот рынок авторов, рынок этого псевдо открытого бесплатного контента, он уже по финансовому объему больше, чем рынок издательского контента, оплачиваемого контента. То есть рынок авторов, условно говоря, становится больше рынка читателей. Это один из парадоксов, к которому я пришел сам. Потому что в нем участвуют эти медиамагнаты, создатели платформ, компьютеров, телефонов, Apple, Google и так далее. То есть никого рядом на рынке читателей даже и рядом поставить нельзя. Вот. Итак, коллеги, большое спасибо за ваше внимание. Подключайтесь, участвуйте в наших мероприятиях в учебнометодическом центре. Ну и надеюсь, кому интересно то, о чем я рассказывал, сделают свою заявку, в виде участия в полноценном онлайн-курсе, где мы не только пройдем как бы мои здесь открытия и размышления, но и будем работать с ключевыми философами и теоретиками медиа такими как Кабермас и других, которых я называл. Я думаю, что такое чтение было бы очень познавательно и интересно. Это, собственно, то, что я не мог включить в свои вебинары ни в каком виде. Все. Благодарю за внимание, коллеги. Уважаемые друзья, давайте поблагодарим Константина Николаевича за сегодняшний вебинар, а также за всю серию из более чем 15 вебинаров, которые Константин Николаевич в продолжении текущего учебного года сделал. Это замечательный вклад в наше дело. Напоминаю, что мы еще не прощаемся, у нас еще три вебинара. Завтра, послезавтра и в пятницу. Ждем вас на наших вебинарах. Приходите, будет интересно. Добро пожаловать в Директ Академию.